Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новое видео на проекте Амазин Холиплей. Сегодня я расскажу, почему я ушел во фракцию, тем я вообще буду заниматься. Сегодня будет чисто разговорное видео, но очень интересное, поэтому советую, по сути, его от начала до конца. Также не забывайте про то, что у меня есть свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Амазин Холиплей. Также, пацаны, открою вам небольшой секрет, что после этого видео выйдет видео про модпак, то есть тоже по Амазинку. Чем быстрее вы наберете здесь много лайков, тем быстрее оно выйдет. А видео будет реально интересно, потому что там много скриншотов. Покажите хорошую активность, и видео про модпак выйдет, возможно, даже завтра. Поэтому, пацаны, не леньтесь, ставьте лайки, и не забывайте подписываться на канал. Моя цель до лета добить 20 тысяч подписчиков. Все, желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну что ж, пацаны, как вы поняли, я пошел в ППС, это очень для меня прикольная фракция. До этого я был два дня на воинской части, третьим рангом, потому что я писал заявку по контракту, и служба у меня была по контракту. Но как-то мне это не понравилось, потому что там очень скучно, на самом деле. Не знаю, либо это для меня так скучно, либо вообще там скучно. Но мне там реально было очень скучно, потому что за территорию вы выходить не имеете права. Хотя, вроде бы, как контрактика можно, но как бы особо нельзя. И типа, ну, там нужно проводить почти все время, именно на воинской части. То есть, вы просто, пацаны, сидите в воду вместе. Тем более, в батарею постоянно продавают текстуры, постоянно лохают. И меня это очень бесило. Я послужил там два дня, и потом ревнул по собственному желанию. И вчера стримил, получается, Мерикос, он тоже был, получается, на военке. И в итоге он предложил пойти в ППС. В итоге, получается, один часок по МСК, мы приехали в ППС, задалбывали замуж, чтобы он провел собеседование. В итоге, у нас все получилось. Собеседование он провел, и много кто из наших, точнее, из нашей Фомы, пошли в ППС. В том числе и я. Я уже, получается, второй ранг, потому что я сдал устав и АХК. И могу смело теперь ловить преступников. Но самому этого делать нельзя. Нужен напарник. Давайте я покажу вам вообще финт. Сейчас у нас один часок по МСК, именно утра. Вот Кирилл Путбур, получается, второй ранг, если что. Почему вообще решил пойти в фракцию? Да потому что мне фарм денег уже надоел. Да, типа, дальнобойщик, это тоже классно, я не спорю. Но мне надоело фармить деньги. Да, у меня всего лишь там 30 миллионов лежит в банке. Вы скажете, ты чё, ебанулся? Типа, 30 миллионов, это нормальная сумма. Но я хотел на ГОНа копить 50 миллионов. Но, как бы, к сожалению, мне это всё надоело. Я уже устал фармить деньги и хочу просто играть с удовольствием. Не зависеть от вертов. Поэтому я решил пойти во фракцию. Чем я буду во фракции заниматься? Я буду ловить преступников вместе с Америкосом. Он же Максим Адегамов. Буду стримить, как бы. Возможно, буду ещё снимать будни ППСника, если вы, конечно, хотите. Можете писать, как бы, в комментариях. Типа, хэштег, хочу будни ППС. Либо можете предлагать свои идеи в комментариях, что мне можно поснимать в ППС. Если у меня в ППС всё будет хорошо, я вкачаюсь до хорошего ранга. Я попрошу в перевод в ФСБ, потому что я никогда не был в ФСБ. Я был почти во всех фракциях, кроме ФСБ. Поэтому я хочу попробовать себя в роли ФСБ. Я считаю, это будет очень даже прикольно. Вообще, почему я пошёл именно в ППС, а не в ДПС? Потому что ДПС, вы, как бы, дорожно-патрульная служба. То есть, вы будете стоять на постах, будете, как бы, проверять документы у людей там и так далее. Ну, типа, это не особо интересно. А вот ППС, это реально круто, потому что вы ловите преступников через Вантед, и это реально круто. И также можно будет ездить на ВЧ и зачищать склад. Я считаю, это реально очень круто, и это много интереснее будет, чем ДПС. Потому что ДПС я был, и, помню, даже вкачался до седьмого ранга, если я не ошибаюсь. Да, это прикольная фракция, мне она очень нравилась, но я всё-таки решил попробовать себя в роли ФПСника. Потому что я считаю, это будет намного интереснее. Фракция ВЧ тоже интересная, но мне она не особо, как бы, зашла. Ладно, давайте я вам проведу небольшую экскурсию по нашей парковке вообще. Получается, у нас личный транспорт, это вот такие вот бобики, вот такие вот интересные машинки. Едут они довольно-таки быстро. Также, по-моему, у них есть чип-тюнинг, если я не ошибаюсь. Так, стоп, а что я не могу этот брать? Как бы, они все одинаковые, но я могу этот УАЗик взять, а тот УАЗик не могу взять. Не знаю, почему, в принципе, ну ладно. Короче, здесь, получается, есть даже чип-тюнинг, это очень круто. То есть, мы сможем легко догонять преступников. Также у нас есть личный автобус, чтобы выезжать на какие-то РПшки. Есть вот такие вот машинки, ещё Форд, получается. Ну, короче, автопарк довольно-таки хороший. Так, давайте посмотрим вообще, что у нас есть из оружия. Вот, заходим сюда, смотрим. Есть пистолет. Ну, скорее всего, это не Диггл, обычный пистолет, но было бы круто, если бы добавили Диггл. Потому что Диггл намного лучше урон даёт. Потом есть АКСУ, есть дубинка, есть щит, есть бронежилет. Я взял бронежилет, щит и получается АКСУ. Вот, это всё у меня есть. Я, кстати, не знаю, зачем нужен щит, потому что, я так понял, это просто как аксессуар, и толку от него нету. То есть, ладно, если бы он там как-то защищал от пуль, но, как я понял, от него вообще толку нету. Это просто как обычный аксессуар, вот и всё. Как бы, я планирую здесь быть долго, потому что мне, как бы, интересно. Я хочу здесь прокачаться до хорошего ранга. Типа, мне эта фракция реально интересная. Как бы, вы знаете, я вообще не любитель фракций, и в какой-то фракции соцвет для меня это очень сложно. Я привык катать рейсы, и перебороть себя это очень сложно, поэтому я надеюсь, что у меня всё получится, потому что я, как бы, здесь не сам. Со мной будет ещё Америкос, и мы с ним будем устраивать всякие, там, РПшки, возможно, будем снимать будни, будем стримить ППС будни. Поэтому, я думаю, всё будет реально очень круто и интересно. Я надеюсь, вы меня поддержите в том, что я пошёл в фракцию, потому что, ну, будни дальнобойщика, я думаю, вам сами надоели, потому что я, будни дальнобойщика, стримил очень долго, как бы. Я на протяжении 8 месяцев просто катал рейсы постоянно, поэтому, я думаю, вам это тоже надоело, и вы меня поддержите за то, что я пошёл во фракцию. Тем более, фракция интересная, многие меня просили пойти именно в ППС. Всё, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, набирайте 200 лайков, и сразу выпускаю видео про модпак, про модпак Амазинга. Поэтому, не линьтесь, ставьте лайки там, подписывайтесь, я вас верю, покажите реально хорошую активность. Всё, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok